Плоскодетекторная компьютерная томография после её выполнения, каких-то прорывных особых моментов мы не видели. С появлением нового поколения ангиограф, который появился у нас 2,5 года назад, интерес к этой методике значительно возрос, и сейчас я постараюсь рассказать о опыте нашего использования этого комплекса. Детально позвольте не останавливаться, сегодня уже Павел Васильевич очень много говорил о появлении, историю появления плоскодетекторной компьютерной томографии, но хотел бы отметить, что первый серийный ангиограф появился в 2004 году, и, в общем-то, всё, что мы видим, это последние 20 лет. Это достаточно короткий срок для медицины, когда мы накопили уже такую серьёзную базу данных, такой серьёзный опыт именно в последние годы. Поэтому действительно это интересно как с практической, так и с научной точки зрения. Почему именно по ДКТ? Ну, как уже сегодня тоже говорили, в том же Институте Густау Руаси, допустим, многие применяют, ну, очень богатые институты, типа МИО, Густау Руаси, могут себе позволить использовать комбинацию на монорелисе, это компьютерный томограф на одном столе, сангиограф. Для учреждения практического плана более рациональным и более практичным, наверное, всё-таки является вариант КТ-КТ. В чём же его преимущество? Это открытый контур, это доступ к телу пациента практически со всех направлений, высокое разрешение, оно в 4 раза выше, чем при компьютерной томографии, и в 9, там, в 8 раз выше, чем при МРТ. Позволяет нам выполнять вмешательства в реальном времени проводить 3D-навигацию и ценовая доступность, как я уже сказал, для практического здравоохранения. Высокая скорость обработки, современные ангиографы достаточно надёжны, тоже мы сегодня уже с коллегами обсуждали, если мы возьмём первое поколение ангиографов, на котором я тоже работал, в которой трубка перегревалась, постоянно что-то ломалось, ломались джойстики. Сейчас мы уже этого практически не видим, машины стали достаточно надёжны. Ну и как бы тоже, как одно из преимуществ, возможность проведения так называемой Open-сети, когда мы можем выбирать не только область исследования, которая находится в центре вращения трубки, но и смещать зону интереса по нашему предпочтению. Одной из важных особенностей нового ангиографа также стало появление так называемого сенсорного модуля, который находится непосредственно в операционной, когда практически любые параметры исследования можно выставить, не прибегая к услугам лаборанта. Сам врач, не снимая перчаток, практически все режимы съёмки, режимы обработки, информация, саму обработку может проводить непосредственно в операционной. Я вкратце остановлюсь на том, как это всё выглядит на ангиографе Philips, которую у нас установлено, но в принципе это всё применимо другим ангиографическим комплексам других компаний, потому что программы, они на самом деле схожи. Первая опция, которую мы имеем, это эксперт-гайд, так называемый, который обеспечит планирование и визуального контроля траектории иглы в режиме реального времени. В первую очередь мы, конечно, используем для проведения пункционных биопсий. Вторая опция – эксперт-гайд облейшн. Её отличие от просто эксперт-гайд, то, что эта опция позволяет рассчитывать зону и объём возможного воздействия от различных видов обляции. То есть также в ангиограф можно заложить параметры того инструмента, которым ты работаешь, и будет выведена на экран та зона обляции, которая необходима. Но я потом на этом скажу. Также есть функция эксперт-сети для Lumi. Мы, к сожалению, пока не пользовались, поскольку этими частицами не работали, но это для специальных микросфер, которые накапливают контраст. И наиболее важные, на мой взгляд, и наиболее востребованные функции – имбогайд, которая позволяет нам подстраивать траектории питающих сосудов и выполнять их эмболизацию. Первое, с чего мы, конечно, начинаем, с детекторной компьютерной томографии – это с диагностики. И для нас это тоже было новым открытием, тоже с подачей Павла Васильевича, когда мы увидели, что возможности диагностики именно при плоскодетекторной компьютерной томографии значительно расширяются. Если вы посмотрите на первую картинку, верхняя слева, в режиме DVI, мы видим одно усиливающееся образование по данным МРТ. И, в общем-то, когда мы выполняли биопсию, то ожидали, что это будет локализованный гепатоциллярный рак, а при реальном рассмотрении оказалось, что мы имеем множественное образование, больше 20, практически как звёздное небо по всей поверхности печени. То есть именно возможность этой технологии, это пространственное разрешение, которое позволяет выявлять опухоли, невидимые при других методах исследования. Важной функцией является также функция так называемого двухфазного сканирования, когда образование, допустим, не видно в артериальную фазу. Здесь вот мы видим метастазского оректального рака, который чётко в артериальную фазу мы не видим. Мы можем также на него наложить проекцию артериальных сосудов, выставить траекторию этих питающих сосудов и уже использовать функцию имбогай для выполнения эмболизации. Вот это то, что мы получаем в конечном счёте на экране в операционной. Сейчас уже в происшествии вот этих многих лет, когда эта технология используется за рубежом гораздо больше, чем у нас, мы уже видим и конкретные результаты, результаты исследований, посвящённые этой методике. В данном случае это корейская работа, которая показывает, что проведение химиомобилизации с использованием функции плоскодетекторной компьютерной томографии значительно по эффективности превосходит обычную трансартериальную эмболизацию с использованием дистракционной и субтракционной ангиографии. Мы видим, что кривые выживаемости достоверно отличаются в этих двух группах пациентов. Ну и более детальная информация. Частота полных ответов больше почти в два раза, выживаемость в полтора раза больше на первом году и на пятом году выживаемость больше почти в пять раз. И на основании, видимо, уже накопленного опыта использования плоскодетекторной томографии, она уже, в общем, настоятельно рекомендована ее использованию при выполнении селективной, ну, во-первых, рекомендуется использовать селективную катетеризацию при выполнении химиомобилизации гепатоцеллюлярного рака, и второе, это используют для этой процедуры плоскодетекторную компьютерную токографию именно с построением траектории питающих сосудов. По нашему опыту, да, вот мы уже больше года используем эту технологию эффективности мобилизации, это моя пока субъективная оценка, значительно возрастает. Это уже не та химиомобилизация, о которой мы говорили, скажем так, пять лет назад. Ну, вот, как конкретный клинический пример, пациентка, рак печени Т2Н0М0, в силу сопутствующей патологии от варианта хирургического лечения было принято отказаться, опухоль находилась рядом с желчным пузырем, вариант радиочастотной абляции, соответственно, отпал, и вот уже потом ретроспективно мы нашли образование, которое не было описано при компьютерной томографии, а нашли мы его именно при выполнении плоскодетекторной компьютерной томографии. Итак, при мобилизации первый этап, это так называемая сегментация опухолей, их нахождение, выделение их на снимках. В втором этапе выполняется построение траектории в автоматическом режиме, причем аппарат это делает, он строит траекторию прохождения микрокатетера непосредственно к этим опухолевым образованиям, что значительно, конечно, снижает время катетеризации, снижает лучевую нагрузку при выполнении процедуры. И третьим этапом картинка выводится на экран в операционную, то есть мы имеем трехмерный фактически модель, по которой, собственно, и проводим катетеризацию опухолевых очагов. В тех случаях, когда опухоли бывают недостаточно воскулиризированы, возможно построение элементов ручной траектории, аппарат это тоже допускает, и в принципе, по большому счету, сейчас мы видим, что это тоже работает. Это несколько более сложное, но трудоемко, но тем не менее это тоже можно делать. Вот мы видим этапы уже селективной катетеризации, маленькая опухоль, поиск ее среди других ветвей занял бы при обычной выполнении обычной ангиографии, скорее всего, достаточно долгое время. Здесь мы ее сразу нашли, катетеризировали, выполнили селективную эмболизацию. А вот вторую опухоль, она вот на верхней части этого снимка, у меня почему-то не работает лазерная указка. Вот она вот здесь вверху экрана, ее почти не видно. То есть такое образование при использовании обычной дистакционной, субтракционной ангиографии мы, скорее всего, вообще бы не нашли никогда, и тем не менее удалось выполнить катетеризацию, контрольное КТ через 24 часа после выполнения процедуры. Мы видим зону накопления, фактически цементирующую эмболизацию в зоне и первой, и второй опухоли. И контрольная компьютерная томография через 3 месяца тоже достаточно убедительный результат сохраняется от чеки накопления. Биопсией мы пользуемся в нашей клинике реже в силу своей избалованности. У нас практически с самого начала была КТ с функцией КТ-скопии, поэтому большинство все-таки вмешательств на костных образованиях, на легких выполняли именно при помощи этой технологии. Но сейчас аппарату уже 15 лет, и он начал периодически ломаться, поэтому жизнь заставляет. И, в общем-то, мы начали использовать все-таки эту функцию тоже, и начали работать с патангиографом. Это, на мой взгляд, несколько сложнее, потому что в отличие от аппарата, который имеется у Павла Васильевича с функцией, где есть лазерная разметка на Сименсе, такой лазерной разметки нет, и это и увеличивает дозу нагрузку лучевую на пациента и на оператора. Возникают некое литрозное степо проведения но, тем не менее, выполнять можно. В данном случае продемонстрировано тоже мягкотканное образование, метастаз рака прямой кишки в мягких тканях малого таза, который видно на МРТ, выполнено фьюжн, то есть совмещение изображений блоскодетекторной компьютерной томографии и МРТ, выполнена разметка и успешная биопсия этого образования. Биопсию образования легких мы выполняем гораздо реже, потому что, как я уже сказал, мелкие образования, ну, наверное, все-таки труднодоступны или почти недоступны, особенно без выполнения эндотерхиального наркоза, поскольку легкие, достаточно подвижная ткань, но крупные образования, да, можно тоже легко пунктировать, но об этом, я думаю, сегодня тоже будет сказано. Функция применения аппарата при выполнении абляции. Ну, в данном случае я хотел продемонстрировать неполную абляцию опухоли паровой почки, мы видим зону накопления контраста в части опухолевого узла, мы решили применить здесь плоскодетекторную компьютерную томографию, работали мы в данном случае тоже под эндотерхиальным наркозом, расчет траектории, пункции опухоли, видно, как установлена игла, и, в общем-то, мы видим полную абляцию опухоли, то есть выполнение плоскодетекторной томографии позволило нам вывести зону неполной абляции, выполнить точную пункцию и успешно завершить абляцию этого пациента. Выполнение радиочастотной абляции опухоли печени, опыт у нас пока небольшой, мы имелись два образования в левой доле, одно из них плохо было визуализируемо, второе было визуализировано под УЗИ, но мы решили как бы использовать плоскодетекторную томографию в обоих случаях. В восьмом сегменте на первом снимке тоже видно зону после абляции, которая была до этого пациента, это восьмой сегмент печени успешный, без признаков прогрессии, то же самое выполняется сегментация, построение траектории иглы, как вот видно на этом снимке, мы видим еще помимо траектории иглы, то, что мы можем назвать, наверное, изотермами, то есть мы закладывали в аппарат зону абляции, который создает наш аппарат для радиочастотной абляции, и исходя из этого уже оценивать, перекрываем мы зону, не перекрываем полностью. Аппарат также позволяет строить зону абляции при использовании нескольких игл, с учетом их перекрытия, это видно на снимке справа, то есть если мы работаем с несколькими иглами на большом образовании, мы тоже можем оценить, насколько эти три иглы полностью перекроют зону опухолевого очага. Ну и возможность коррекции на левом снимке, то есть если мы не попали при пункции в образование, мы можем опять же использовать функцию фьюжен наложения и провести репозиционирование иглы, не выполняя дополнительного сканирования. Оценку абляции мы тоже можем провести при использовании тоже плоскодетекторной томографии. В данном случае две зоны абляции, сливающиеся в одну. Говоря о преимуществах технологии, это, конечно, высокая разрешающая способность плоскодетекторной томографии, в которой превосходит в некоторых случаях КТ и МРТ, и диагностическая роль плоскодетекторной томографии, наверное, достаточно велика. Возможность выполнения суперселективной катеризации, эмболизации опухолю тоже одно из важнейших преимуществ. Контроль результатов, да, мы тут же можем проконтролировать результаты, выполнить плоскодетекторную томографию, оценить, насколько распространился эмболизат, полностью заполнена опухоль или нет. Возможность биопсии термоабляции, это тоже очень важные функции, контроль, опять же, результатов термоабляции, и, наверное, да, это для большинства клиник сейчас тоже актуально, возможность переноса значительной интервенцией интервенционных вмешательств КТ на ангиограф. Ну, у методики имеются и недостатки, это выполнение вмешательства на подвижных органах требует остановки дыхания, то есть, это эндотархиальный наркоз, ну, как мы, собственно, видели в опыте из операционного, то есть, без эндотархиального наркоза добиться совпадения фаз дыхания практически невозможно, то есть, только это останавливает дыхание механически в одну и ту же фазу. Требуется кооперация с пациентом, если мы работаем под местной анестезией, потому что пациенты разные, кто-то глухой, кто-то не совсем понимает, кто-то просто шевелится, и это тоже нарушает проведение процедуры. Длительность нахождения пациента в фиксированном положении, мы даже в последнее время в ущерб качеству снимков стали отказываться, первое время мы просили пациентов держать руки за голову, сейчас мы от этого отказались, руки кладем вдоль тела, может быть, с какой-то даже потерей качества изображений, но тем не менее пациенты гораздо лучше лежат, гораздо лучше сохраняют свое положение, и я считаю, что в этом, наверное, есть какая-то плюс. Лучевая нагрузка, но о ней можно говорить отдельно, я делал тоже по этому поводу отдельную презентацию, на самом деле плоскодетекторная томография, она, конечно, не снижает научевую нагрузку, вот есть такая публикация, она даже возрастает, но она возрастает в первую очередь за счет того, что мы находим больше опухолевых эфирентов и дольше с ними работаем, и, соответственно, это оправдано, как я уже показал на слайдах, гораздо лучшим результатом при эмболизации, которые мы получаем. длительность вмешательства, но она тем же самым обусловлена, расход контраста, но это тоже отдельный вопрос, концентрация контраста, режимов введения, мы можем, наверное, каждый об этом сейчас говорить, и, наверное, темой, будущих наших презентаций должно, наверное, стать такая, как бы, распространенная на Западе тема доклада, как я делаю это, со всеми деталями, именно проведение процедуры, не углубляться там какие-то технические, то есть общие вопросы, а именно рассказывать о конкретных режимах выполнения процедурах при тех же или других нозологиях. Ну, в заключение можно сказать, что это комплекс современных технологических решений на основе плоскодетекторной томографии, которым оснащен современный ангиограф, позволяет повысить эффективность диагностики и лечению онкологических больных. Спасибо за внимание. Продолжение следует...